всем доброе утро из моей теплицы я пришла поливать рассаду я приношу с собой вот такие вот бутылки двухлитровые потом в них разбавляю удобрения это акварин универсальный от буйского завода всегда им пользуюсь для рассада у него 20 20 20 формула нпк и мне нравится как растение реагирует на него рост идет такой равномерный как говорится и и корни и вершки и крышки да мне нравится как он воздействует на растение поэтому все время им пользуюсь именно для рассада ну и вот переливаю свой удобный такой кувшинчик и поливаю большую часть рассады сейчас уже я поливаю поддон это очень удобно особенно для занятых например людей то есть вы залили туда воду и растение расходует столько сколько нужно но так я поливаю уже те растения которые уже большие как правило после пересадки то есть прошла первая пикировка которая проходит естественно в стаканчике или в какие-то емкости с дренажными отверстиями вот как раз через эти дренажные отверстия влага будет снизу поступать корням растения так как например петунии да и томаты в этом году тоже я сеяла например в емкости без дренажных отверстий то есть именно пассивные емкости то конечно их так не польешь и поначалу их нужно было поливать каждый в каждую емкость отдельно уже когда большие вот я использую это преимущество можно вот так налить поддон и они будут пить у нас очень испортилась погода вчера и сегодня такой прям ураганный ветер вчера был сильнее сегодня чуть тише но очень такой ледяной холодный во многих регионах я вижу снег выпал у нас пока его нет знаю может быть и до нас дойдет и кстати те помидоры которые у меня распекированы в грунт они находятся в парнике сегодня я смотрела их они в принципе хорошем состоянии я но сегодня солнечная погода поэтому я сегодня раскрыла все свои вот эти укрывашки все одеяла все куртки старые все это открыла чтобы их так немножко через пленку припекло немножко солнышком чтобы они хоть чуть-чуть погрелись полностью открывать не стала потому что ветрено и ветер прям такой ледяной вот а под пленкой им как-то покомфортней они живые выжили вот ну ночью был мороз у нас упал и разлетелся градусник поэтому не могу сказать сколько градусов точно было но мороз точно был потому что по ощущениям даже вот своим мороз конечно чувствовался с утра и сегодня припекло солнце два дня было пасмурно я не поливал рассаду сегодня вот солнышко припекло и даже вот огурец как видите листья у него повисли немножко ну конечно он находится в литре грунта естественно у него там одни корни и если вовремя не полить то конечно он страдает здесь в теплице у меня находится не вся рассада часть рассады у меня дома я уже рассказывала по поводу того что сейчас у меня осталась одна вот это вот теплица и рассаду у меня приходится общем с ней потаскаться у меня дома томаты сейчас находится опять же то греется можно сказать так сказать так основная часть томатов за исключением тех которые вот высажены в грунт некоторые цветы базилик в общем все окна заставлены раньше у нас было три теплицы сейчас они тоже как бы на месте но они не накрыты то есть одна теплица пленочная самая большая у нас была одна теплица поликарбонатная и вот это вот в которой я нахожусь тоже из поликарбоната она с отоплением и это такая наша самая теплая самое ну можно сказать максимально зимняя теплица как бы вот так при желании в ней можно и зимой выращивать растения вот и получилось так что после неудачного перелома ноги у меня муж сейчас не совсем так сказать подвижен как раньше вот в общем у него нет возможности сейчас накрыть пленкой теплицу поэтому она у нас не накрыта хотя пленка есть вот другая поликарбонатная теплица она требует замены поликарбоната и просто мы немножко не вытянули материально вместе с ремонтом со стройкой поэтому поликарбонат не покупали но я думаю ничего страшного переживем как-то перекантуемся с рассадой потом уже может быть на следующий год может быть через год накроем все теплицы у нас будут работать до в теплицах во всех росли огурцы всегда но для рассады тоже мне было предостаточно место ну вот сейчас я ючусь именно поэтому в принципе с помидорами пришлось придумывать какие-то такие эксперименты чтобы убавить количество рассады дома потому что окна тоже не безразмерные вот эти перцы уже огромные здесь я поливаю в поддон перцы и баклажаны точнее даже не в поддон а в ящике это обычные такие рассадные ящики я просто в них составила стаканчики соответственно с дренажными отверстиями и вот поливаю внутрь этого ящика такая вот уже большая рассада это перцы февральские они уже достаточно большие и некоторые самые большие экземпляры скоро ждет пересадка это томат пиноккио вот баклажанчики немножко повяли у меня здесь петунии да часть петунии кстати тоже дома даже наверное большая часть петунии а вот эти поменьше перцы это мартовского посева они чуть поменьше тут тоже множество цветов и колеусы и вот снова петунии и гацании остеоспермумы много всякого разного это и устомы и снова томат пиноккио ну что на этом наверное все спасибо что посмотрели мое видео вот моя рассада колеус и до новых встреч до новых видео